Алекс Андерлонин с докладом на тему «Полигональное моделирование от фундамента к продвинутым алгоритмам». Прошу. Здравствуйте. Рад всех приветствовать. Название моей сегодняшней презентации — это «Полигональное моделирование от фундамента к продвинутым алгоритмам», в которой я бы хотел сделать небольшой обзор топологии «Полигональной сетки», рассказать об улучшениях и новом функционале, ну и также обсудить дальнейшие планы развития. Так, для работы большинства алгоритмов нам недостаточно иметь представление сетки просто как набора треугольников, как получается, например, после ее чтения из известного формата STL. Единственное, что можно сделать с такой сеткой, это нарисовать ее и посчитать площадь. Для всего остального в вашем распоряжении должна быть некая топологическая структура, которая, собственно, является тем фундаментом, упомянутым в названии презентации. Эта структура содержит две основные составляющие. Во-первых, это, собственно, топология сетки, которая описывает связи между вершинами, ребрами и полигонами. Она должна поддерживать не только треугольники, а и полигоны с произвольным числом сторон или фасеты, и обеспечивать ряд базовых элементарных операций над ними. Например, упорядоченный обход фасетов соседних с выбранным, опять же упорядоченный обход веера вершины, такие операции, как коллапс ребра, вставка вершины, переброска ребра и некоторые другие. Как правило, сетка интересная не сама по себе, не столько сама по себе, а вместе еще с неким логическим разбиением фасетов на группы. Отсюда возникает вторая составляющая топологии – это сегментация. Она по структуре аналогична стандартной береб-модели, то есть там те же грани цикла и ребра, только гранями являются связанные группы фасетов, а ребра сегментации составлены из последовательности ребер сетки. И здесь также необходим набор базовых операций. По аналогии с топологией сетки – это разнообразный обход соседних сегментов, создание новой сегментации или разбиение старой заданным набором ребер или фасетов, объединение одного или нескольких сегментов, переброска граничных фасетов из одного сегмента в другой и ряд других. Здесь проиллюстрировано как раз разбиение существующей сегментации, то есть разные сегменты подсвечены разным цветом, заданным набором ребер, который обозначен желтой полилинией. А на следующей картинке – это результат такого разбиения. Кроме этого, необходимо уметь каждому топологическому элементу поставить в соответствии некий абстрактный атрибут. Это может быть число, вектор, поверхность, произвольная структура. И по большому счету, все, что я сейчас сказал, – это давно известные вещи, и они кажутся весьма простыми для имплементации, но если учесть все разнообразие алгоритмов, которые складываются из этих базовых операций, как из кубиков, необходимость поддержки на каждом шаге актуальности и валидности топологической информации, удобно обеспечивать разнообразные геометрические и топологические критерии, то оказывается, что это весьма ответственная часть работы, к которой надо было отнестись максимально серьезно. Зато в результате вы имеете мощный универсальный инструмент, отталкиваясь от которого как от фундамента, можно решать любые задачи в области полигонального моделирования. Ну и на данный момент мы являемся полностью самодостаточными в полигональном моделировании и не опираемся ни на какие сторонние или open-source решения и продукты. Давайте посмотрим, какие результаты были получены с применением такого системного подхода. В первую очередь, это улучшение того, что было, по большей части ускорение. Базовое лечение сетки, оно сейчас сводится просто к созданию топологии. На этом этапе устраняются совсем очевидные проблемы. Это дублированные вершины, вырожденные треугольники, дублированные треугольники, неконсистентные нормали и также отслеживаются разного рода неманифолности. Далее булевые операции и 3D-выпуклая оболочка были ускорены, соответственно, до 30-40 раз. Ну, чем больше сетка, тем больше ускорение в таких местах. А операции вроде поиска открытых границ или границ связанных частей заданного набора фасетов, они становятся практически тривиальными. Здесь проиллюстрировано как раз лечение сетки с неконсистентными нормалями. То есть на первом рисунке каждый треугольник перевернут относительно соседей, а на втором результат приведения ее к нормальному виду. Новый функционал кратко здесь перечислен. Это 2D-выпуклая оболочка, упрощение триангуляции, параметризация сеток, вписывание нурб с поверхности и аналитических поверхностей в набор полигонов. 2D-выпуклая оболочка, но она была просто добавлена. Здесь иллюстрация, все точки триангуляции спроецированы на плоскость, и синим показана выпуклая оболочка. Также, когда она у вас есть в наличии, можно построить минимально описанный прямоугольник. Упрощение триангуляции. Здесь возможны два варианта. Это упрощение до заданного количества треугольников, либо до достижения заданной точности. Ну и также можно сразу получить набор упрощенных сеток с разным уровнем детализации. Упрощение собой представляет последовательность коллапсов ребер, то есть базовых операций, помянутые в начале. При этом запрещен ряд коллапсов, например, тот, который может привести к сшитию двух треугольников по двум ребрам, схлопыванию открытого контура и так далее. Это гарантирует сохранение топологических свойств полигонального объекта. То есть, допустим, он был подобен диску, он такой и останется. На нем было N контуров или N ручек, их тоже останется N. И здесь как раз проиллюстрировано набор сеток разной степени детализации. Видно, что на последнем рисунке бегемотик симплифицирован до состояния тетраэдера, и дальнейшего симплификации невозможно как раз без нарушения топологических свойств. На этом слайде пример симплификации сетки более сложной топологической структуры. Теперь параметризация сеток. На самом деле она сейчас не присутствует в API, пока не присутствует. Но поскольку это является одним из основных инструментов межпроцессинга, то поговорим про нее чуть подробнее на примере вот этой модели. То есть, это лицо Наполеона, взятое из открытых источников. В самом упрощенном виде здесь возможны два случая. Это параметризация свободной границы и параметризация с фиксированной границей. Параметризация или отображение сетки на плоскость. Так, параметризация со свободной границей. Это самый общий случай, ну и самый вычислительно сложный. То есть, алгоритм должен придумать 2D-координаты для каждой вершины сетки. Ну, понятно, что она должна быть топологически подобна диску. Здесь результат работы алгоритма. То есть, Наполеон на плоскости выглядит вот так, как на рисунке слева. Наиболее известное применение параметризации сеток – это натягивание структур на поверхности сложной формы. То есть, если мы в 2D нарисуем регулярную прямоугольную сетку, то в 3D она будет выглядеть так, как на правом рисунке. Параметризация с фиксированной границей – это более простой вариант. То есть, мы из каких-то соображений задаем 2D-координаты для ограниченных вершин, а для внутренних вычисляем. В общем случае, когда ничего не известно, можно, например, отобразить на круг. Наполеон на круге выглядит вот так. А так, соответственно, иллюстрация в 3D. А если у вас есть какие-то априорные знания о сетке, как в данном случае, мы можем понять, что на открытом контуре есть 4 хороших угла, и, соответственно, отобразить на прямоугольник. Это формально самый хороший вариант. И результат представлен вот здесь. Опять же, есть границы применения у такого подхода. Если вы возьмете сетку более сложной формы, как, например, стэнфордский кролик, слева – это как он выглядит при отображении на круг, ну и видно, что параметризация крайне неравномерная. То есть внизу квадратики маленькие, сверху большие. Ну и здесь надо придумать какие-то другие методы. Теперь вписывание на обстоятельства поверхности. То есть здесь возможен автоматический подбор узлового вектора. А входными данными являются, ну, собственно, набор треугольников, порядок сплайна, максимально разрешенное количество контрольных точек, коэффициент сглаживания и желаемая точность, в которую мы стараемся уложиться. Вписывание на обстоятельства поверхности, оно как раз основано на параметризации сеток. То есть она нам подсказывает, какие должны быть 2D-параметры у вершин. А имея 2D-параметры, мы уже можем осуществить аппроксимацию поверхности. Вот здесь представлены результаты для разных стратегий параметризации. Слева наиболее общий вариант с параметризацией с открытой границей. Видно, что поверхность хорошо совпадает с сеткой в тех местах, где она есть, ну и как-то себя ведет там, где ее нет. Отображение на круг, ну там, естественно, самый плохой случай. А при использовании какой-то апприорной информации о сетке получается, естественно, самый лучший результат. Здесь просто проиллюстрирована сеть контрольных точек получившейся поверхности. А на этом слайде показано влияние степени сглаживания. То есть слева направо у нас степень сглаживания уменьшается. Опять же, это имеет ограниченные области применения. То есть если мы так пытаемся представить одной поверхностью кролика, то мы получим вот такой неудовлетворительный результат. И тут же опять нужно искать другие пути. Далее. Вписывание аналитических поверхностей методом наименьших квадратов. Тут возможны какие варианты? Вписывание поверхности заданного типа, либо ее автоопределение. Возможность отбраковки выбросов по разным критериям. Также некий контроль формы, чтобы не создавать поверхности, близкие к вырожденным. Например, конусы, которые почти плоские или почти цилиндрические. И входными данными здесь также является набор треугольников и желаемая точность. Только в этом случае точность используется просто для контроля результата. То есть уложились, не уложились. На следующих слайдах примеры вписывания разных примитивов. Здесь показана плоскость. Здесь цилиндр, вписанный в сетку, довольно плохого качества. Здесь тоже цилиндр, только не целый, а его сектор. Это, в общем, не важно. И вот на этом слайде удобно продемонстрировать необходимость выброса, отбраковки выбросов. То есть, если вы обратите внимание, слева внизу на сетке видны какие-то артефакты. И если их учитывать во вписывании, они обязательно дадут какой-нибудь систематический сдвиг. А вот система отбраковки как раз позволяет от них избавиться и получить более хороший результат. Это пример вписывания окружности, сферы, это конус, это тор. То есть мы покрываем все виды аналитических примитивов. Пару слов о бешейпере. Он был просто немного обновлен. То есть функционал переведен на новую топологию. И использованы новые алгоритмы вписывания. Это позволило оптимизировать некоторые его стадии. В частности, там улучшится работу со швами замкнутых поверхностей. Ну, а концептуально он остался пока примерно один, ну, в том же виде. Теперь давайте перейдем к планам. Планы в области бешейпера. Во-первых, совершенно очевидно, что нужен специальный подход к скан-сеткам. Потому что на них любой автоматический алгоритм не дает удовлетворительных результатов. Ну, его нет даже в конкурирующих приложениях. В том числе развитие полуавтоматического реверса с интерактивной сегментацией и с подсказками пользователя. Чтобы он там подсказывал, как именно нам надо работать. Далее, распознавание кинематических поверхностей. На самом деле, сейчас в каком-то виде есть распознавание поверхностей вращения. Но его надо оптимизировать. Оно не во всех случаях работает. И нужно добавить распознавание поверхностей выдавливания или экструзии. Далее, автоматическая генерация сети на NURBS патче. Это как раз для случая, чтобы можно было в параметрическом виде представить сложные поверхности вроде того же Стэнфордского кролика. И планы в целом по полигональному моделированию. Это вписывание поверхностей с учетом ограничений. Например, нам надо вписать не просто цилиндр, а цилиндр, ось которого обязательно должна быть перпендикулярно заданной плоскости. Такого рода ограничения. Диагностика и лечение сеток. То есть базовое лечение, про которое я говорил, его обычно недостаточно. На сетке могут быть совершенно разнообразные проблемы. Это зазоры, дырки, самопересечения, топологические дефекты. И все это надо эффективно уметь диагностировать и лечить. Далее, регистрация или совмещение сеток и облаков, которые находятся в разной системе координат. Например, для того же самого контроля, насколько хорошо была сделана какая-то деталь. Если у нас есть сама деталь в параметрическом виде и есть набор точек, полученных с сканированием, надо их совместить и далее спроекцировать одно на другое. Развитие булевых операций дальнейшее. Ну и представление в API уже существующих алгоритмов, которые сейчас там не представлены, но они используются на отдельных внутренних стадиях. Например, сегментация по острым сломам, сглаживание сетки. Или оценка разных параметров поверхностей по сетке. Например, оценка кривизм. Слева мы можем увидеть направление главных кривизм, оцененных по полигональной тренгуляции. А справа направление нормалей. Вот такого рода планы у нас присутствуют. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Продолжение следует...